Уважаемые коллеги, добрый день. Я расскажу исследования, которые мы выполняли совместно с достаточно значительным числом соавторов. Здесь вот они перечислены из нескольких организаций. Идея заключалась в следующем. У нас довольно часто обсуждается вопрос, насколько мы можем сократить или перераспределить расходы на лекарственную терапию после выхода воспроизведенных препаратов, либо биоаналогов. И более того, даже идея о том, что за высвобожденные в результате появление на рынке дженериков средства мы можем купить дополнительно новые препараты, которые появляются каждый год. Такое допущение использовалось в ряде фармакоэкономических исследований, в том числе и в фармакоэкономических исследованиях, которые подавались в качестве обоснования включения новых торгостоящих препаратов в перечне. С одной стороны, идея понятна. Естественно, даже с законодательной точки зрения, когда у нас выходят копии воспроизведенных препаратов, биоаналоги, конечно, их цена ниже, чем референтных лекарственных препаратов. И, соответственно, теоретически у нас могут быть высвобождены средства, которые можно использовать на что-то другое. Это очевидная, казалось бы, истина, но нам не всегда понятно, во-первых, насколько большой объем средств появится благодаря тому, что у нас выйдут воспроизведенные препараты и биоаналоги. Во-вторых, не очень понятно, насколько по мере снижения цены на какие-то международные непатентованные номинования, насколько при этом растет потребление препаратов. Потому что, собственно, если у нас имеется дефицит финансирования, я думаю, мы все понимаем, что он имеется, когда мы говорим про лекарственную терапию в онкологии, несмотря на все новые тенденции, которые у нас появились в этом году. Но вроде, казалось бы, при таком дефиците у нас должна быть неудовлетворенная потребность, и, соответственно, когда цена препаратов падает, наверное, растет и их потребление. И, собственно, мы решили провести такое исследование, целью которого была оценка возможности оптимизации расходов на закупку лекарственных препаратов для лечения злокачественных наобразований. Мы взяли только солидные опухоли, пока онкогематологию мы не трогали, благодаря тому, что мы ожидаем выход на российский рынок воспроизведенных препаратов и биоаналогов. Гипотезу я уже сформулировала. Гипотеза, которую мы проверяли, это то, что после выхода на рынок воспроизведенных копий или биоаналогов лекарственных препаратов, применяющихся для лечения злокачественных опухолей, могут высвободиться средства, за счет которых можно будет приобрести новые оригинальные препараты без существенных дополнительных расходов. Мы выполняли исследование в два этапа. На первом этапе мы провели ретроспективный анализ динамики цены потребления тех лекарственных препаратов противоопухолевых для лечения солидных опухолей. Я дальше не буду это повторять, мы именно их изучали. Тех препаратов, у которых вышли дженерики или биоаналоги в период с 2010 по 2018 год. Мы это сделали для того, чтобы оценить тенденцию, насколько меняется цена, насколько она снижается и насколько меняется потребление. И на втором этапе мы попытались смоделировать расходы на лекарственные препараты на период до 2023 года уже с учетом того, что еще у ряда противоопухолевых препаратов закончится срок патентной защиты и выйдут, соответственно, воспроизведенные копии. Ретроспективный анализ мы сделали на основании сведений из информационной системы о государственных закупках лекарственных препаратов и проверили по реестру, у кого были зарегистрированы в этот момент воспроизведенные копии. Мы проанализировали темп роста, ну или темп убыли, цены и потребления за соответствующий период отдельно для референтных препаратов оригинальных и отдельно для их воспроизведенных копий. Рассчитывали ряд показателей, такие как средний темп роста убыли, и это использовали уже дальше для построения модели на втором этапе исследования. Здесь перечислены препараты, для которых вышли воспроизведенные копии или биоаналоги в анализируемый период. Мы понимаем, что в ряде случаев здесь были даже оспорены выход тех или иных дженериков на рынок, но у нас не было задачи освещать здесь законодательные вопросы. Мы включили в анализ те препараты, которые были зарегистрированы, дженерики или биоаналоги, и которые были закуплены в рамках государственных закупок. То есть они реально находились в обороте. Если препаратов не было, мы, соответственно, их и не включали. Ну и также важный момент. Сейчас, извините, назад я эту табличку. Мы весь анализ проводили по отношению к базовому году для каждого препарата отдельно. И базовый год – это тот год, предшествующий выходу дженерика на рынок. То есть мы все пересчитывали по отношению к базовому году. И дальше у нас результаты представлены в годах совместного присутствия на рынке. Наверное, это логично. То есть чем дольше дженерик или биоаналог присутствует, обращается на рынки совместно с референтным препаратом, но обычно это влияет и на цену, и на потребление, естественно, в давностях совместного сосуществования. Ну и дальше наши результаты. Собственно, что мы получили? Вот снижение средневзвешенной цены. Мы ее рассчитывали на миллиграмм. Референтного лекарственного препарата в данном случае на следующем рисунке будет воспроизведенный препарат после истечения срока патентной защиты и выхода на рынок дженерика или биоаналога. Средняя показана толстой прерывистой линией. Вот видно. Это средняя тенденция. Средняя тенденция соответствует нашему ожиданию. Даже у референтного препарата цена постепенно снижается. Но в данном случае интересно, наверное, не это, а интересно то, что если мы смотрим на препараты, которые обращались минимум 4 года совместно, референтные с дженериком, то мы видим, что есть очень разная динамика. Вот видно, что у некоторых препаратов цена снижалась очень сильно, у некоторых не так сильно, несмотря на то, что они тоже довольно долго обращались на рынки. А главное, что еще бывают подъемы цены по сравнению с предыдущим годом. То есть сказать, что у нас есть какая-то такая четкая, очевидная тенденция, для всех препаратов одинаковая, мы не можем. Если мы посмотрим на воспроизведенные препараты, здесь тоже, естественно, их рассчитывали цену по сравнению с стоимостью оригинального референтного препарата. Мы тоже видим, что тенденция общая к снижению, но также наблюдаются некоторые колебания между разными препаратами, и есть также подъемы цены по сравнению с предыдущим годом. То есть тоже такая же неоднозначная, на наш взгляд, тенденция. Но средняя из того, что есть, вот она так выглядит, в целом, конечно, на эту среднюю сильно оказали влияние два основных препарата, которые здесь обращались более 4 лет на рынке, биоцезумаб, тростезумаб. Их, конечно, они сильно повлияли на вот эту среднюю. Если мы посмотрим на обобщенном рисунке, на обобщенной диаграмме, мы видим, что есть тенденция к снижению и у референтного, и у биоаналогового или дженерикового препарата. Но она-то, нельзя сказать, что она прямо четко идет вниз, и где-то даже мы видим, что вдруг наблюдается подъем. С точки зрения дальнейшего моделирования, это вызывает некоторые вопросы. Потребление достаточно любопытно. Это средняя кривая потребления препаратов после выхода на рынок, соответственно, дженериков или биоаналогов. Мы видим, что вначале оно, может быть, не так сильно растет, в первые три года совместного присутствия, но зато потом наблюдается достаточно существенный рост потребления. Видимо, происходит осознание того, что цена снизилась, и теперь можно использовать достаточно уже ближе к потребности те или иные препараты. Если посмотреть на индивидуальное потребление препаратов, то мы также увидим, что оно растет в разной степени. Но здесь абсолютным лидером у нас являлся бивоцузумаб, чье потребление выросло просто драматично, в разы. Это понятно почему. Это частично понятно почему. У него много показаний, наверное. Но остальные препараты потребления тоже растет. И хоть и не так выражено, но все-таки тоже увеличивается. Ну и доля, естественно, воспроизведенных препаратов-биоаналогов в целом в структуре потребления увеличивается по мере длительности их совместного обращения на рынки. В среднем уже к 2004 году не так много препаратов, 4 года обращались совместно, но к 2004 году почти 95% это уже воспроизведенный или биоаналог. Референтный фактически уходит с рынка к этому моменту. Ну и дальше мы попытались прогнозировать расходы. Если предположить, что у нас динамика, которую мы выявили на этапе ретроспективного анализа, будет характерна в дальнейшем и для тех препаратов, у которых будет завершаться срок патентной защиты, а вот за период до 2023 года ожидается окончание патентной защиты у шести международных непатентованных наименований, которые используются для соленных опухолей. И дальше мы смоделировали, как могли бы меняться расходы с учетом того, что на эти препараты, соответственно, для этих препаратов выйдут воспроизведенные копии либо биоаналоги. И мы посчитали это на примере региона. Ну, мы случайно отобрали регион случайным образом. Это оказался субъект Российской Федерации с населением около двух миллионов человек. И мы его взяли просто как пример, поэтому я даже его конкретно не называю, просто чтобы на конкретном примере посмотреть, как изменится закупка, соответственно. Ну и получилось у нас следующее. Если у нас вот в базовом году, мы считали, начинали с 2018 года, регион затратил на эти шесть препаратов, на которые ожидается окончание срока патентной защиты, 352 миллиона рублей. Если мы строим модель с учетом того, что потребление, так же как и ценная, останется на уровне фиксированном, то есть потребление не будет меняться, тогда да, у нас высвободятся свободные средства, региону удастся на 69 миллионов меньше потратить, это примерно чуть меньше 20% от исходного размера расходов, ну и вроде как действительно эти деньги можно будет потратить на что-то другое, на инновационные препараты, которые выйдут в этот период. Но если мы закладываем в модель рост потребления, вот по той средней динамике, которую мы выявили на основании доступных данных, то никакого высвобождения средств не предстоит, придется потратить еще дополнительно 34 миллиона, с учетом роста потребления, даже при сниженной цене. Но при этом почти в 9, в 8,5 раз удастся пролечить больше пациентов. Что с нашей точки зрения здесь интересно, это то, что гипотеза о том, что за счет снижения цены после выхода копий мы сможем перестать просить денег у системы. Это, например, работает в программе 7, теперь уже 12 высокозатратных нозологий, которые построены на идее, что мы замещаем, сейчас почти уже заместили все, что там есть своими собственными препаратами, воспроизведенными, биоаналогами, и теперь деньги на нее не должны расти. То есть она не нуждается в увеличении финансирования, если мы говорим о тех же самых заболеваниях. На самом деле это не так, скорее всего, потому что нам кажется, что более верна идея о том, что параллельно со снижением стоимости идет и, конечно, рост потребления. Он разный, как я показывала, он разный для разных препаратов. В дальнейшем нам предстоит еще подумать о том, какие факторы на это влияют. Мы пытались уже проанализировать вот эту динамику в зависимости от разных характеристик препарата или заболевания для лечения, которые оно применяется. Но пока это можно считать только гипотезой. Ну и мало еще препаратов, на самом деле, для анализа трудно делать какие-то четкие выводы. Но вот то, что нам кажется на сегодняшний день уже достаточно ясным, то, что у нас есть, конечно, значительные колебания в динамике цены и потребления отдельных препаратов после того, как на рынок выходят их копии, даже с учетом того, что общая тенденция к снижению цены наблюдается. Ну и если потребление сохраняется на стабильном уровне, то тогда можно, конечно, ожидать финансовых средств свободных, которые можно будет перераспределить. Если же идет рост потребления, то вряд ли мы можем ожидать, что у нас уменьшится потребность в дополнительном финансировании. И с точки зрения дальнейших исследований, наверное, есть смысл по мере накопления данных, увеличения числа препаратов, которые будут появляться на рынке, копии препаратов. Наверное, есть смысл подумать о том, как систематизировать факторы, которые влияют на динамику цены потребления. А главное, насколько мы можем их предсказывать и управлять ими, чтобы все-таки использовать подобные расчеты, модели для планирования расходов в будущем. Спасибо. На этом я заканчиваю. Спасибо большое. Коллеги, вопросы какие у нас есть? Есть. Вот есть. Скажите, пожалуйста, то есть мы что считаем основным фактором роста потребления? Это цена? То есть вопрос не так. Получается, что если мы смотрим на базовую некую цифру, когда не развернулись воспроизведенные лекарственные средства еще в своем объеме, то есть видим какую-то цифру роста потребления, а потом увидим увеличение потребления, мы можем, отмотав ситуацию назад, сказать, что какой-то объем пациентов просто не получал эту терапию? Нет, ну, с нашей точки зрения... Им просто ее не давали, да? Да, спасибо, Алексей Сергеевич. Мы онкологии, вот конкретно, лекарственной терапии, оплаты лекарственной терапии с разных сторон последние несколько лет занимаемся, поскольку еще и участвуем в разработке тарифов на оплату лекарственной терапии на федеральном уровне. И, конечно, у нас складывается ощущение, пока ощущение, что, естественно, когда выходят инновационные препараты с высокой ценой, причем понятие о высокой цене сильно изменилось за последние 10 лет, там, 5 лет. 5 лет назад препарат стоимостью 100 тысяч уже казался дорогим, а сейчас уже мы знаем, что есть препараты стоимостью более миллиона рублей за небольшую подлительность курса лечения. Ну, конечно, есть ограниченная доступность, конечно, я думаю, что специалисты все согласятся с этим, и даже когда мы присутствуем на совещаниях, разговорах онкологов, чаще всего... Я не говорю сейчас про этот год, который особый, да, в связи там с появлением новых тарифов на лекарственную терапию, там уже свои проблемы, но абсолютно точно, что и до прошлого года, и сейчас тоже доступность у нас неполная, если речь идет о дорогостоящих препаратах. Является ли что-то еще барьером, кроме цены? Наверное, является. Да, проблема не только в деньгах, но деньги очевидно являются, с моей точки зрения. Я не могу сейчас это подтвердить научными данными, но это наша гипотеза. Спасибо большое. Запрос, да, вот еще был... Владимировна, спасибо за очень интересное выступление. Скажите, пожалуйста, вы показали, что в ряде случаев предсведенные препараты дают подъем. Цены, по сравнению с предыдущим годом. Вы не анализировали, не связано ли это с правилом третьей лишней? Нет, мы пока не... Мы пока... Я не стала показывать эти данные, да, мы пытались проанализировать индивидуально, да, по каждому препарату его историю, да, его анамнез. У нас, в общем, у нас есть какие-то предположения, да, как бы, если мы прослеживаем каждый препарат, с чем это может быть связано. Сказать, что это вот четко связано именно с моментом, да, когда у нас было изменение вот этого, да, мы сейчас не можем, я не могу сейчас так, да, сказать. Пока у нас нет ясного понимания. То есть мы понимаем, что в ряде случаев это, да, изменение правил закупок, политика, да, там масса факторов. Но сказать вот, что это какой-то фактор, который ясно определяет прогноз, я не могу сейчас, да, вот я бы так сказала. Но нам было бы интересно дальше в этом, да, поразбираться и попытаться, может, какие-то выявить закономерности. Спасибо. Спасибо.